Старшего сына Елизаветы II с детства готовили к тому, что однажды он станет королем Великобритании. Но когда до коронации остается совсем немного времени, принц Чарльз начал паниковать. Эксперты полагают, что наследник ее величества не готов принять бразды правления от своей матери. Принц Уэльский боится становиться королем только потому, что это ознаменуется смертью его любимой матери. Британская журналистка и биограф королевской семьи Пенни Джунор говорит, что принц Уэльский очень эмоциональный и чувствительный человек, который крайне тяжело перенес уход своего отца, принца Филиппа. Сложно себе представить его чувства после смерти Елизаветы II. Джунор уверена, несмотря на то, что Чарльз давно готовился к своей основной работе, ему будет очень нелегко сесть на место своей матери. Это тот момент, которого Чарльз действительно боялся всю свою жизнь. Ведь то, к чему он готовился все эти годы, означает смерть его матери, а он очень сильно любит ее. Уверена он в ужасе от такой перспективы, говорит Пенни Джунор в подкасте Ройл. Королевский редактор Роб Джобсон в интервью Экспресс также высказал свою точку зрения. Эксперт уверен, что королева не сложит свои полномочия до самой смерти. Поэтому принцу Чарльзу регенство не грозит. Это было бы необходимо, если бы королева была физически и умственно нездорова. Некоторые источники сообщают, что новым британским королем станет принц Уильям, а не принц Чарльз. Однако, по мнению Джобсона, это маловероятно. Поскольку в законе о линии наследования написано, что следующим в очереди на престол должен быть старший сын правящего монарха. Согласно общим правилам, принц Чарльз автоматически становится королем после смерти матери, говорится в документе. Принц Уильям может стать следующим королем лишь в случае, если принц Чарльз решит добровольно отречься от престола. Сегодня в сети обсуждают новый выход Кейт Миддлтон. На днях герцогиня посетила службу психической поддержи Шаут в Лондоне. Для делового визита 40-летняя супруга принца Уильям выбрала элегантное вплатье с леопардовым принтом. Поклонников очень удивил образ кембриджской, ведь они не привыкли видеть герцогиню в подобных нарядах. На встречу с руководителями, работниками и волонтерами служб Кейт Миддлтон надела платье цвета хаки от американского модельера Дерека Лам стоимостью 355 фунтов стерлингов. Новый, судя по всему, наряд в деловом гардеробе герцогини сшит из легкого крепдешина, украшен женственным галстуком-бантом и широкими манжетами на пуговицах. Супруга наследного принца вновь продемонстрировала свое умение блестяще сочетать дизайнерские наряды с вещами из масс-маркета. На этот раз в качестве аксессуаров Кейт выбрала позолоченные серьги кольца за 10 фунтов стерлингов от Асос. Свой образ герцогиня дополнила широким черным ремнем, чтобы подчеркнуть тонкую талию и черными замшевыми сапогами на шпильке от Ральфа Лорена. Служба Шаут была открыта в 2019 году на грант, выделенный из Королевского фонда. Это круглосуточная поддержка людей, испытывающих проблемы с психическим здоровьем, клиническими психологами и специально обученными волонтерами. Примечательно, что эта услуга стала первым крупным совместным проектом кембриджских и сасекских. Визит Кейт Миддлтон был приурочен к знаковому событию. Служба оказала психологическую помощь первому миллиону человек. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию в начале 2020 года. Однако пара разорвала не все связи с королевской семьей. Во дворце еще остались люди, которым сасекские не просто доверяют, а используют в качестве информаторов. Согласно сообщениям источника, Меган Маркл поддерживает общение с двоюродной сестрой принца Гарри, принцессой Евгенией. Евгения – единственная королевская особа, с которой Меган все еще общается. Она использует принцессу в качестве посредника в своих собственных целях, рассказал источник американскому ОК. Инсайдер уверен, что Меган использует дружбу с принцессой, чтобы следить за другими членами королевской семьи. И это далеко не первый случай, когда отношения герцога и герцогини сасекских с Евгенией оказываются в центре внимания. В августе дочь опального принца Эндрю нежно поздравила Меган Маркл с сорокалетием и даже-даже поддержала ее благотворительную инициативу сороковых сорок. «Чтобы отпраздновать сорокалетие, дорогой Меган, я помогаю с сорока минутами наставничества, чтобы поддержать женщин, возвращающихся на работу», – написала принцесса в своем микроблоге. Некоторые источники все же предполагают, что герцогиня Сасекская использует принцессу Евгению не только в качестве информатора. Меган через свое общение с двоюродной сестрой Гарри старается передать свои теплые послания Виндзорам. Она все еще пытается оправдать себя за интервью, где они с Гарри прикрываясь тем, что нуждаются в сочувствии и понимании. «Публично поливали грязью свою семью», – утверждает инсайдер. Но другие члены королевской семьи, по словам источника, хорошо осведомлены о том, что происходит, и не дают обвести себя вокруг пальца. В скандальной истории о похождениях принца Эндрю вместе со своим другом Джеффри Эпштейном всплыли новые подробности. Королевский сын в прошлом был прославленным плейбоем. В сеть попала серия снимков, где герцог Йоркский развлекается на яхте в компании полуголых моделей недалеко от тайского острова Пхукет. Согласно источникам, в Таиланде принц отдыхал вместе со своим другом, американским миллиардером Джеффри Эпштейном, позже обвиненным в педофилии и продаже людей в сексуальное рабство, и его спутницей Гислин Максвелл. Источники утверждают, что герцог потратил 4000 фунтов стерлингов в сутки за аренду виллы в роскошном отеле Аманпари на Пхукете, где остановился вместе со скандально известной парой. По сообщениям инсайдеров, сын королевы посещал злачные места, в том числе бар Crazy Girls, который все знают как самый сумасшедший секс-бар. Один из менеджеров заведения рассказывал изданию Sunday Mirror. «Я был в шоке, когда увидел здесь принца. Он был в расслабленном состоянии и совсем не переживал за то, что его тут могут узнать. Вы, конечно, здесь никогда не увидите члена тайской королевской семьи». Источник также рассказал, что Эндрю был в сопровождении четверых друзей офицера службы безопасности. Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США в 2020 году. На новом месте они сразу начали укреплять свой личный бренд, поскольку не могли больше рассчитывать на полноценную поддержку королевской семьи. Герцог и герцогиня Сасикские зарегистрировали несколько компаний в штате Делавер, на территории которого действует выгодная система налогообложения для предпринимателей. Основным направлением деятельности Гарри и Меган стала индустрия развлечений. Они подписали контракт на производство контента с Netflix, который оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Также Сасикские заключили сделку с медиагигантом Spatif на сумму около 24,5 миллионов долларов. Для выпуска своих книг пара связалась с несколькими издательствами. Так, права на скамейку Меган Маркл принадлежат Пека Паблишен, а предстоящую автобиографию принца Гарри будут издавать Ора Ноуко Паблишен. Отметим, что супруги с фантазией подходят к выбору названий для своих организаций. Так, их главное детище, благотворительный фонд Арчева, напоминает о греческом слове «арче» – переулок, источник действия, и впоследствии вдохновила Гарри и Меган дать своему первенцу имя Арчи. Еще одна компания «Клавардоле Инк» носит то же название, что и улица, на которой росла герцогиня Сасикская. Герцог Кембриджский готовится к своему первому официальному визиту в Объединенные Арабские Эмираты. Работники Кенсингтонского дворца подтвердили, что принц отправится в Дубай 10 февраля. Поездка состоится по инициативе Министерства иностранных дел, а дата прибытия Уильяма совпадет с Национальным днем ОАЭ. Также его высочество сможет посетить Всемирную выставку Экспо-2020, которая стартовала в октябре 2021 года и будет продолжаться до конца марта. Предполагается, что в присутствии герцога Кембриджского пройдет часть королевской эстафеты, которую запустила Елизавета II в преддверии Игр Содружества в Бирмингеме. В рамках своего визита Уильям планирует встретиться с юными гражданами Эмиратов, лидерами правительства и защитниками окружающей среды. Местные жители расскажут герцогу об актуальных инициативах по созданию охраняемых территорий для уникальной флоры и фауны региона. В свою очередь принц выступит с докладом о двух программах Королевского фонда – United for Wildly и The Earthshot Prize.